Ну что, друзья, приветствую! Сегодня начинаем, наверное, серию экскурсий по производственным мощностям компания завода-изготовителя различного, в том числе и взрывоощущенного электрообороны Резун. И сегодня меня пригласили любезно, не побоюсь этого слова, сейчас картинку переключу, начать свою, так сказать, ну, такую экскурсию, обзорку, да, со швейного цеха. Друзья, большой ангар, сейчас все это буду показывать и комментировать. Так, ну что, в режиме практически онлайн, безо всяких стабилизаторов. В принципе, нормально, здесь обстановка, тихо пока, да, нет шума, поэтому никаких фильтров я здесь использовать не буду. Так, ну что, большой ангар, кстати, производство Резурстрой, сами делают ангары, фундаменты, все у них оборудование-то настроено, налажено, в других областях работают. Вообще, вызывает, конечно, уважение подобная деятельность. Короче, буду стараться говорить свое мнение, без всякого официоза. Речь не заготовлена, никто мне за это не платил. И, наверное, сами давите панораму. Итак, друзья, швейный цех производит термозащитные чехлы. Высокотемпературные, среднетемпературные. И сейчас практически идем уже, да, такой квест у меня получается. Так, вот этот чехольчик у нас под среднюю температуру. По-моему, под, судя по форме, под кориолисовый расходомер. Сейчас мы сказали, Макс, в принципе, можешь поснимать. Так, на что здесь хотел бы обратить внимание, вот мне сказали, что производство вот этих соединительной коробки, это все резуровское. Кабельная вода резуровский, бронерукав резуровский, притом какой-то хитрый. Вот, как-то он там по-особому гнется, да, не боится перегибов, то есть особо какой-то прочный. Вот это предмет гордости, кстати, обещали мне кучу всего-всего для обзоров предоставить. И сейчас, так, вот у нас высокотемпературный. Ну, короче, они шьют все, что можно шить, да, из-за всего, из-за чего можно вообще шить, да. Это вообще какой-то супер чемодан у нас. Я не знаю, я туда сам залез. Так, ну, вроде говорят, Макс, снимай без ограничений, тут ничего такого секретного нету. Готовая продукция. Та-дам! Мы не будем отвлекать сотрудников от их работы. Вообще, конечно, они, как сказали, будут расширять мощности или мощности. Еще там один ангарствуется. Так, вот это красненькое, что такое? Это вот что-то пожарное, как мне объяснили. Так, пройдем дальше туда. Говорит, один из производственных цехов. И вот как это так, эта лесенка на второй этаж. Не знаю, потом. Кстати, сюда еще вернусь. Тут обещали еще одних товарищей пригласить более профессиональной аппаратуры. Не то, что на пирожок с капустой здесь снимаю. Вот такие более компетентные. Ну, я же, конечно, не супер-мегаблогер. Хочу. Да, кстати, железки тоже, как меня заверили, это все резуровское. То есть от и до здесь полный цикл производства. Так, там уже что такое? Опа! Готовая продукция, да? Чехольчики. Не знаю, может быть, одежду им стоит начать шить. Вот. Так, ну, наверное, сниму себя план такой, чтобы... А то как-то мне интересно, да? Так, ну, это вот я вещаю в режиме, в таком, да? То есть, как бы, не заказная съемка. Вот. Ну, конечно, достаточно интересно, особенно для специалистов, кто интересуется производством. Так, ну, если хотите попробовать свои силы в чвейном производстве, пожалуйста, звоните в кадры, тут вам все объяснят. Это вы еще столовку у них не видели. Вот, тоже глянем, посмотрим. Так, что тут стеллажик, бирочки, таблички. Да, все разложено, образцы ткани, журнальчики. И вот это у нас, наверное, резательный станок, да? С ЧПЛ-лазером, наверное, режет. Уж не знаю. Ну, выглядит, в принципе, достойно. Так, здесь, я так думаю, это... Это что это паранит у нас же. Паранит это, ну, это, короче, азбест с каучуком смешанной в различной пропорции. Ну, пока... Ух ты, какие шкафы. Ну, пока времени есть, скажем, мне тут заверили, что у всех сотрудников полный соцпакет, корпоративы, подарки, елки, выездные какие-то мероприятия. Вот, поэтому полное соцобеспечение. Даже если граждане с других республик наших дружественных, союзных работают, у них здесь полностью, полное обеспечение, все, короче, по закону. Потому что я специально интересовался, как вам помогают органы нашей государственной власти. Ну, не мешают, не мешают. Приходят проверки различные. Ну, как положено, ничего сверхнестестного нет. Так, туда не пойдем, туда не приглашали. Так, это видосов я тут наснимал. И... Ну, фоток еще наделаю, потом где-нибудь подвижу. Так, пойдем назад. Так, пойдем назад.